один ролик я смонтировала думала у меня тут полностью дропбокс закинут бэкапный но у меня тут только кусочек нашла внезапно ноты которая тут нашла снова когда у меня подруга играла на пианино и это даже акцент проиграла сейчас на столе как-то выглядит и даже возьму другую рукой камеру туалет у смерти у меня короче и проиграла на столе и оказалось у меня файлик я его и написала 9 февраля шестнадцатого года играла уже где-то 2017 и помечала что-то вот что там делала что там дописывала не дописывала но именно подправляла и исправляла чтобы мне понятно было что-то такое и вот у меня оказался маленький файлик того как я тут изображаю я кстати после того как у меня подруга ушла в последний раз когда была играла на пианино еще у ключа когда я была к лизе и захотелось сыграть биткойна она потому что через два сыграл эту к лизы полноценно это довольно было где-то ну минут 15 играла ее но не это учет еще играла ну вот именно к лизе играл 15 минут и он опять заделать чем-то ведро пустое как в которой обычная откуда у меня кровать частично разобранная на нее чуть-чуть камеру навела ну там как бы просто подушки особо ничего не видно но уж не будем смущать то людей в общем я сыграла только лиза полноценно я ее играл на рынке знаю может лет 15-16 назад так вот не дома сыграла ее буквально там вот ну раза три ошибалась и продолжала с того места с которого ошиблась соседям не услышали к лизы полноценно не тот кусочек что обычно 8 так там вроде как-то суется музыкальные шкатулки там тогда же вполне себе ровно так удивилась она на самом деле она довольно простенькая там практически вот так вот три а два три аккордики такие полутриолики местами ну и вот что-то тут записала ее оказываться еще думал что хоть это такое как я вообще-то сыграю тут внезапно тыркнулась и вот у меня тут есть такое счастье даже записано короче этот третий день монтируется но смысле не сию минуту вообще-то не третий день в прямом смысле монтирую я сейчас поставила на монтаж на оптимизацию сейчас идет третий день моего бытия в Абхали на эту камеру снятый мне немножко разобрала папку которую заливала ролики с экшн камеры ну там несколько знаю что там пыталась допустим думала что выключаю оказалось что у меня включилась или как-то так ну короче некоторые ролики такие ничего не несущие именно что включил на клавишу или пытался выключить или нажала случайный там какой-то черный экран был записался в сумке лежала камера и сама включилась сама выключилась по удалялась сейчас что-то в руку вспомнил этот новый день точнее этот лес смерти думаю записать что ли на диктофон как я тут завываю потом думаю а что бы не записать на пятиканальный микрофон если миштяк год то народ попугаю любителей попоборить в каменты и фейхи перед моим уездом там проснулся 12 августа прошлого года рожденная на ютубе я конечно тоже есть но не то чтобы это не фейховый аккаунт я когда покупала в 2013 году планшет не графический обычный маленький планшетик такой типа смартфон чека только планшетик да я известно привезла сама собрала что-то мне там тетя варь дала и короче стала там на типа аккаунт гугля я что-то лоханулась я думала что каждый раз надо новых гугля и что тот оригинальный не подойдет и я сделала там еще один аккаунт гугля но он у меня очень редко им пользуюсь так вот чтобы там что-то куда-то скинуть или переслать или еще что-то проверить и вот тоже кстати как бы два аккаунта два отдельных имейла на гугле ну как бы чтобы сделать канал на одном имейле не обязательно делать кучу имейлов можно с одного имейла делать кучу каналов кучу аккаунтов именно на ютуб вот сейчас вспомнила что-то из-за того что там одна мадама родилась свой очередной аккаунт на ютуб в таком таком я еще думаю кто хоть такая галина там отчество уж не помню она что-то там высрала мне три камента буквально под асмр и на ролик который трейлер канала и последний как раз это трейлер где-то в парике чё-то режу и я думаю ну распнулась к ней вроде как-то вменяемый человек она из нее полезла говно и я думаю чё я тут буду терпеть всякое говно до меня дошло чё это за баба кто это вообще это вообще фиг я ее забанила чертовой маме вот я к тому веду что если сейчас меня на мое говорильня эффект мелодию даже вспомнила хотя а ну то у меня вообще где-то там музыку думала поставить телефоне но телефоне по у меня нет у меня вот этой самой вообще музыки какой-либо в том числе моей по крайней мере без интернета она никак не скачается не установится кстати радио тут у меня не словилось и никакое хотя наверное я станции fm показана была на том и радио которое у нас тут радио есть там ну короче как-то все песни-песни ищу какой-нибудь там радио чтобы говорили там какие-то новости говорили рассказывать читать что такого нету может я уже опоздала там лет на десять на такие радиостанции и конечно вот может быть сюда на какой-нибудь маленький штативчик кто-то раз и я привезла у меня была там как его это жопка от статила кстати люди если вы в возрасте и чем-то эта мышка тут чем-то болели и вам делали операцию аж две то надо правильно питаться вот у меня великовозрастная подруга она чему-то в четыре в пять самое время пообедать говорит после этого я стараюсь не есть и жалуется на какие-то проблемы с здоровьем думаю блин человек тебя прооперировали ты как бы ну проболел там надо как бы наоборот нормально питаться потому что организм как бы хочет восстанавливаться а тут организм вместо того чтобы восстанавливаться и у него всякие глюки случаются новый день с переходом в ночь я хочу затеряться во мгле и никто не в силах помочь где сквозь туман прорваться в тебе я стану я стану я стану я стану И навсегда обернусь я волчицей. Я жила, скидаясь среди людей, Эта пытка больше не повторится. Затеряюсь меж неревьев теней, Всюю ползают трубные черви, И змеи свисают с невидимых стен. Мне дышат лица пустухом смерти. Никто не считает, что волки зло, Людская правда просто тюрьма. Я хочу остаться в лесу, Нас совсем забери меня, Мать сатана. О, мой адский тлеющий демон во тьме, В оплощении своем ты явись. Я сбежала от смертной жизни к тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но и в жизни есть много дерьма. То, что все принимают за солнечный свет, В результате обычная тьма. Человека ты встретил, считая он, друг, Не предаст, слепо доверяешь ему. Но нрав лицемерия замкнулся круг, И с камнем на шее идешь ты ко дну. Сообщите, где ваш грёбаный Бог, Будь Магомед он или Иисус, И укажите мне ваш праведный путь, Где-то есть чистилище, рай и ад, Налево, направо, куда мне свернуть, Говорят, ваш Бог и призрак урад. И если это правда, я вернусь, К людям к жизни я отправлюсь назад. О, мой адский тлеющий демон во тьме. А, оказывается, в огне было, Когда я нашла сама у себя эту пятку. Надо будет потом проверить с основным текстом, Если он тут есть. О, мой адский тлеющий демон во тьме, В воплощении своём ты есть. И отбежала от смертной жизни к тебе, Унеси меня с собой увысь. Новый день с переходом в ночь. Да. Я потом посмотрю, как это всё вышло. Может быть, оставлю и тот, и другой кусок. В принципе, это люди хотели Плоджиков из деревни. Вот что я тут делаю, вот что я тут делаю. В голову клюнула спеть и сыграть на столе. Ибо пианины нет. То, что я тут сама вояла когда-то. Вообще вояла, когда это я вояла. 14-го, 08-го, 2-го, 09-го, 2006-го года. «В лесу смерть». Такая это вообще позитивная песенка. Ля-минор вроде. Какого-то у меня дрыхнет. Новый день с переходом в ночь. Я хочу задеряться во мгле. И никто не в силах помочь мне сквозь туман прорваться к тебе. Я стану в ночь. Волком. Я стану волнком. И навсегда обернусь я волчицей. Я жила, скидаюсь среди людей. Эта пытка больше не повторится. Затеряюсь меж деревьев теней. Всюду ползают трупные черви. И змеи свисают с невидимых стен. Мне дышат лица воздухом смерти. Никто не считает, что волки зла. Людская правда просто тюрьма. Я хочу остаться в лесу насовсем. Забери меня, мой сатана. А мой адский треющий демон во тьме. Воплощений собьем ты есть. И я спешала от смертной жизни к тебе. Унеси меня собою ввысь. Где-то ад существует, а может и рай. Но и в жизни есть много дерьма. То, что все принимают за солнечный свет. В результате обычная тьма. Человека ты встретил, считая он друг. Не предаст, слепо доверяешь ему. На нороплецем мире я замкнулся круг. И с камнем на шее идешь ты ко дну. Сообщите, где ваш гребаный бог. Будь магометан или исус. И укажите мне ваш праведный путь. Где-то из чистилища рай и ад. Налево, направо, куда мне свернуть. Говорят, ваш бог и призрак урат. Если это правда, я вернусь. К людям к жизни я отправлюсь назад. О, мой адский треющий демон в огне. О, мой адский треевый гранд. У облашения зар이�и и суетки. О, мой адский треевый гранд. Я боюсь, новый день переходит в ночь. Я пытаюсь скрыться во тьме, и никто не может помочь мне сквозь сан прорваться к тебе. Я стану в околке. Я стану в околке. Упав на землю, обернусь волчицей. Ненавистна жизнь мне среди людей. Эта пытка не должна повториться. Тоже не знаю, так хочется спеть. На самом деле, мне по-другому стоит ненавистна мне жить среди людей. Хоть найти где-нибудь оригинал. Не то что оригинал, но глянуть свой текстовый сборник. Вообще, благодаря тому, что соседей нет, тут можно гулять куда хочешь, не прикрывая дверь. Не палиться раньше в огороде старчишь, и есть шанс, что у тебя кто-то хозяйничает. А тут, помню, в прошлом году пыталась что-то вот клюнуло меня спеть. Наверное, после того, как моя тогдашняя, в кавычках, подруга выдала какая я прямо-то безголосая макака. Прям без голоса вообще. Хотя мне тут подруга скинула... Ну, мы с ее парнем, мы с ней вместе на фрёме, короче, гуляли. Она мне скинула какую-то попсовую современную песню. Там музыка отдельно, слова отдельно. Я сидела в таком афике. Ну, она как бы не совсем... Она считает, что у нее нет там слуха. Типа, потому что ее родственники так говорили, я считаю иначе. И ее муж спрашивает, типа, что такое с Лёлей. И подруга говорит, у нее культурный шок. Плюс еще то, что у Лёли есть слух. Все еще намного хуже, чем нам. Что-то вспомнила. Ну, короче говоря, пыталась в прошлом году, чтобы меня клюнула. Только решила эту тему спеть. Думаю, блин, там же соседи. Вдруг как-то не слышно. За домом среди ночи так вот какой-то вопль. Не знаю, как на самом деле. Буду потом при монтаже пересматривать, что вышло вообще. Что-то я эту тему никак не спою. Не нашла я в жизни дорогу в рай христианского да... Вот не помню, как тут идет мотив. Почему я там два раза пытаюсь переставить слова местами. Вообще в одном фразе, там строчке. То ли у меня очи пятка, то ли действительно так. Потому что оно как бы начинается как тема такая. И вот уже последний кусок нестандартная такая песня. Даже припев не совсем слово в слово. Но у меня как бы заканчиваться одним шутом. Вот свалило. Я понимаю, что у меня там такая конкретная лажа, что оно становится волком. А потом становится волчицей. Как бы у нее пол меняется. Разделяется. Но иногда вот люди видят волк-волк. Как бы они к нему подход не заглядывали. Может это не волк, а волчица. Такие вот дела. А потом прослушать, как он мне идет. Потому что тут какую-то тему тоже вместе с Киризой играла. На голос. И пыталась спеть. Поняла, что... Ну просто вот это а-а-а-ля-ля-ля-ля. Разпевка. Поняла, что фата вроде как бы я беру. Второй октавы. Но как вот... Когда долго не занимаешься. То получается как-то... Оборвано. Знаешь, что у меня... Ну не то чтобы на сто процентов. Знаю, но человек. Один... Можно сказать бывший знакомый. Что-то там пытается голосом делать. Как бы когда учился-учился. А потом я заново учусь. Вот как можно заново учиться чему-то. Что-то и так умеешь. По-моему бесполезная трата времени. Мне. Малыши.